Привет всем Высшим! И да, мы продолжаем исследовать мир Рагнориума. Игра оказалась куда более интересней, чем я не думал сперва. Причем у каждого поселенца есть своя шкала счастья и также свои потребности, которые если не выполнять, то рано или поздно у поселенца случится нервный срыв. Что, конечно же, не очень хорошо, потому что он нападет на все, что окажется рядом. Так что, да, лучше до этого не доводить. И таких вроде бы как деталей в этой игре просто тьмать мущая. Что, как по мне, большой такой жирный плюс. Но давай посмотрим на это все вместе. И вот наше поселение. Как ты видишь, у нас уже 16 день и 4 уровень науки. А это значит, что у нас довольно много фурнитуры. Да и базу я вроде бы отстроил вполне себе неплохую. Здесь у нас отдельный туалет. Сейчас давай я тебе его покажу. Правда, сейчас там только один унитаз. Но как только мы перейдем на 5 уровень науки, у нас там появится, скажем так, для него маленький сосед. Ну а пока что он там будет один. Ну и также на втором этаже вот этой вот постройки. Я вообще пытался сделать вот это вот здание, похожее на школу, в которой я учился. И вроде бы как получилось вполне себе неплохо. На втором этаже у нас тут живые помещения. И давай, может быть, я сейчас как раз-таки сделаю их под отдельную комнату. Вот, примитив basic room. То есть для этого нам нужен стул, стол и, конечно же, одна кровать. И самое неприятное, что с повышением уровня науки у наших поселенцев повышается также, ну, количество прихоти, давай скажем так. То есть сейчас они хотят, ну, можно сказать, по минимуму. Кто-то там жалуется на то, что у него совсем все плохо с гиеной, а другой вот так же он запрашивает свою комнату. То есть он хочет отдельную комнату. Но в этом вот здании у меня всего 5 кроватей. А их тут, ну, 9 человек. Причем тут есть и мужчины, и женщины. И рано или поздно они также смогут заниматься, давай скажем, размножением. Вот, сейчас, конечно, они этого, судя по всему, не делают. Но рано или поздно они начнут этим заниматься. И это значит, что у нас появятся новые поселенцы. Ну, и нам придется построить рядом какую-нибудь базу. В любом случае, мы сейчас можем перейти на 5 уровень науки. Так что, давай, сейчас это сделаем. И получим, получим, что мы получим. Для начала у нас появится вот такой вот деревянный унитаз. Сейчас, где он тут? Вот он. Вообще, на самом деле, тема унитазов в этой игре довольно важная. Как бы это ни звучало. Потому что, если свое добро никуда не девать, то, ну, у вас будут появляться на базе каловые монстры. И в начале они наносят довольно ощутимое количество урона. И с этим приходится считаться. Потом уже с третьим или четвертым уровнем науки у нас появляется вот такое вот хранилище компоста, давай так скажем. Куда они как раз-таки все свои выделения и приносят. И сейчас оно у меня практически не заполнено. Но это лишь потому, что прошлое я уже, ну, в общем, снес и построил новое. Сейчас, конечно, у нас есть вот такие вот огороды, которые они могут как-то удобрять, поливать и всем таким заниматься. Но раньше у нас этого не было ничего. Так что, может быть, сейчас хотя бы все это удобрение будет куда-то деваться. Так, отлично. Сейчас на нас нападут. Космическая инквизиция. Так, погоди-ка. Отлично. Ну, собственно говоря, это религиозные фанатики, которые решили уничтожить тех, кто как-то связан с клонированием. А, мы как раз-таки играем за командира клонов. Так, отлично. И, по сути, все наши поселенцы — это клоны. Конечно, там был один житель убежища, но я его разобрал на мясо. Ну, да, это довольно неприятная история. Просто, понимаете, клоны у меня шли вместе с какими-то улучшениями. Ну, и также с навыком каким-то. А вот этот вот поселенец, там была какая-то девушка. Мало того, что у нее ничего этого не было, так она еще постоянно срывалась. У нее были довольно высокие запросы. И рано или поздно я взбесился и сказал, ребят, давайте ее разделаем на мясо. И, в общем-то, да, теперь мы играем без нее. А, ну, знаете, я как бы не жалею. В любом случае, у нас довольно сильный отряд, и мы его сейчас отправим на миссию. Нам нужно получить газовые маски, потому что если в течение 24 часов мы не получим их, то наши поселенцы умрут. Что, конечно, не очень хорошо. Поэтому давай как раз-таки их отправим на эту священную миссию. Так, вот. То есть мы отправим Ивана, тебя, тебя и тебя, тебя и тебя. Ну и, по сути, отправили как раз-таки всех своих мужчин, которые у меня на базе. У них, как правило, больше здоровья. Хотя это во многом зависит от их расы или национальности, кому как ближе. В общем-то, да, там просто у каждого клона свой уровень здоровья. И при клонировании мы, в принципе, можем это видеть. Также ты можешь заметить, что у меня 4 очка престижа и 12 очков защиты. То есть каждый вот этот вот заборчик... Сейчас, давай я покажу. Каждый этот заборчик у нас дает очко защиты. И вот при достижении какого-то количества нам дается капсула навыков, что довольно круто. И также увеличивает шанс появления какого-то события. Ну, вот насчет события я, конечно, может быть, и придумываю, но... Капсула навыков это очень даже круто. Потому что это повышает выживаемость нашего отряда, эффективность некоторых наших поселенцев в бою. И, конечно, да, это повышает наши шансы выжить. Так, смотри-ка, у нас есть Боб. И у Боба как раз-таки самое сильное оружие. Это вот какой-то у него, кажется, клинок. Так, ладно. То есть вот. Грин протоблейд. В общем-то у него, давай скажем, клинок джедая. Так, или световой меч. В общем-то мы ему, наверное, тогда дадим увеличение урона. И, наверное, увеличение жизни. Что, в принципе, вполне себе неплохо. Потому что, ну, по сути, он у нас основной... Ну, давай скажем так, у него больше всего урона. Так что с этим приходится как-то считаться. Вот мы можем повысить его максимальное здоровье на 10%. А можем ему поставить капсулу на 6 здоровья. Так, либо... Блин, я бы повысил тебе просто как-то урон. Но боюсь, что у нас сейчас такого навыка нет. Ладно. Кого мы можем еще улучшить тогда? Давай посмотрим. Кстати, да. Вот тут, видишь, у нас есть новые противники. Это скорпионы. Раньше их не было. Ну и, собственно говоря, с них можно добыть как раз-таки яд. Это тоже новый ресурс, который у нас появился с пятым уровнем технологий. И мы его можем наносить как-то на оружие. Ну и всем этим как-то пользоваться. Так, подожди-ка. Вот у нас есть... Вроде бы у Рета. Да. То есть у него есть вот это вот очко действий, давай скажем, action points. Которым он может пользоваться в бою. Так, постой, постой, постой. Ребят, заберите, пожалуйста, капсулу навыков. Это довольно важно. И, пожалуй, газовую маску нам тоже стоит забрать. Отлично. Так, погоди-ка. Ну ты, я надеюсь, ты заберешь... Ну, елки-палки, ребят, ну... Ты посмотри на это. Нет? Нет, ничего не забрали. Ай, ладно, потом тогда заберу. Сейчас это не горит. А мы просто тогда сделаем девять масок газовых. Ну и потом вот эту вот заберем. Хотя, блин, она находится довольно далеко. Ах ты, ладно, ладно, не страшно. Отправлю туда какого-нибудь сильного бойца. И я думаю, проблем с этим у нас не будет. Так, что у нас? Так, что у нас? Так, судя по всему, придется, конечно, мне потратиться на эти маски. Ну, что поделать. Ну, что поделать. Так, отлично. Они сразу бегут и используют эти бинты. Поэтому они используются довольно быстро. И даже сейчас у меня... Что у меня вообще есть? Грязная вода. Какие-то гранулы водяные. А, это я не туда смотрю. Вот. А таблетка радости одна осталась. Слушай, это тоже не очень хорошо, потому что... Рано или поздно они захотят... Захотят, захотят. То есть вот, они уже сейчас требуют какие-то вещи дополнительные. И, конечно, шкала счастья у него очень быстро падает. Поэтому давай, может быть, изготовим ему аксессуары, которые они хотят. Раз, два, три, четыре. К тому же, они дают дополнительную жизнь. Хотя три жизни это не так уж и много. Но, в целом, три жизни это один удар от какого-то дикаря или того же скорпиона. Поэтому, почему бы и нет? Так. Отлично. И мы также можем... Ребята, у вас тут, судя по всему, склад заполнен. Давай тогда. Вот. Ресурс-зон сделаем дополнительный. И сделаем им какие-нибудь контейнеры. Так. Сейчас мы уберем, правда, вот эту зону. Она нам тут ни к чему. Так. Ну и в целом... Сейчас. Вот. Так, я хочу на второй этаж. Второй этаж, второй этаж. И мы сделаем здесь сейчас, наверное, хранилище. Woodward Drop. Вот он. Нет, не вот это. Это под вещи, получается. Точнее, одежду. А у нас тут есть вот такое вот хранилище. Уже специально под все предметы. Что, мне кажется, куда более эффективно, чем просто именно под одежду. Так. Постой-ка. Отлично. Это мы уберем. И, пожалуй, поставим еще вот сюда. Так. А что тебе не нравится? А, тут у нас поселенец на кровати валяется. Поэтому он нам немножко мешает поставить этот шкаф. А, как мы хотим. Слушай, ну, вот, в принципе, тут его можно было бы поставить. Конечно, симметрия выходит с горем пополам. Но все же, все же, все же. Да, неплохо. Ладно. То есть, вот у нас будет раз-два шкафа на 50, кажется, у них. Общее количество вещей, которые туда могут поместиться. И, в целом, я думаю, нам вполне этого хватит. Здесь у меня огород. И давай, может быть, мы... Что мы можем еще поставить? У нас вот такой вот мусорный бак есть. Правда, я не понимаю, что они туда будут складировать. Так. Вот он. Отлично. То есть, написано, что они выбрасывают туда какой-то мусор. Но что именно под этим понимается, я вот, если честно, без понятия. Хотя, наверное, наверное, туда они будут складывать что-то, что осталось от разделки. Каких-то там, например, червей. Вот у нас тут есть такие вот черви из фильма «Дрожь земли». Вот. И они их, наверное, могут разделывать на этом. А где этот стол? Стол, стол, стол. А, вот он, butcher table. То есть, на этом столе они, наверное, разделывают. И у них остаются какие-то ненужные части, давай скажем так. Которые они как раз-таки смогут выбрасывать на эту помойку. Ну, по крайней мере, мне кажется, такой сценарий вполне может быть. Так. И нам нужно экипировать украшения, которые мы изготовили. Так, смотри. То есть, тебе нужна капсула навыков. И также ты запрашиваешь комнату отдельную. Слушай, ну я бы ему, может быть, выделил, потому что шкала радости у него довольно низкая. Так что, пускай хотя бы у него там что-то уменьшится. Так, и в целом, смотри. Ага, капсула навыков. Ну, блин, он просто не то чтобы прямо эффективный какой-то в нашей команде. Поэтому я даже и не знаю, стоит ли ему предоставлять эту капсулу. Либо стоит как-то пожадничать. Ай, ладно, Иван, что ты там хочешь, скажи мне, пожалуйста. Кстати, да, Иван у нас русский. Поэтому, когда мы его выбираем, он спрашивает нас, как дела. Это довольно забавно, потому что игра у нас не на русском. Тут русского нет, тут только английский. Хотя, вроде, какие-то еще языки там есть. Так, и кажется, ты там еще запрашиваешь капсулу навыков. Ладно, ну, давай тогда, наверное, тебе предоставим капсулу. Потому что он у нас как раз-таки имеет очко действия. И мы можем ему поставить, например... Например, что мы можем тебе поставить? Антистаггер. Так, нет, это нам все не подходит. Вот, лечение. То есть у нас он может лечить наших бойцов в бою. Что, в принципе, мне кажется, вполне неплохой идеей. Ну и, наверное, стоит ему дать дополнительную жизнь. Пускай даже вот на две единички. Вполне себе будет неплохо. Так. И, в принципе, я думаю, ему этого достаточно будет. Так. Кто у нас еще запрашивает что-то? Ну, можно было бы Бобу что-то отдать. Потому что он у нас довольно эффективный. Как я говорил. Но... Сейчас, что у нас тут есть? Смотри, он может, кажется, knock it down эффект. То есть он может оглушать противника или что? Вот тут я, конечно, не знаю. Максимальное здоровье на четыре единицы. Вот на шесть единиц можно было бы ему повысить. Для начала. Ну и потом уже, например, на десять взять. Так. Давай тогда вот возьмем на шесть единиц. Чтобы он у нас максимально долго держался в бою. Ну и что у нас тут? Бриена у нас хочет... Тоже какую-то еду. И запрашивает отдельную комнату. Но, если честно, нет. Тебе придется с этим как-то потерпеть. Давай, может быть, сделаем тогда пару станочков на первом этаже. Тут, конечно, на втором мы не можем убрать стены. Либо я не научился это делать. Пол убирается, а стены нет почему-то. И это, конечно, довольно сильно мешает порой как-то взаимодействовать. Так, смотри. Крафтинг тейбл. Вот такой вот станок у нас есть. И мы его как раз-таки можем поставить куда-то, куда-то. Почему ты там не хочешь ставиться, скажи мне, пожалуйста. Так. То есть... Ну, вроде бы неплохо. Да, да. Так, смотри. То есть тут нужна древесина у нас. И что-то, что-то еще. И у нас тут напротив базы, наконец-то, выросло дерево. Так что мы можем начать его как-то рубить. И перестать уже работать с вот этим вот дальним деревом. Потому что, ну, ты сам видишь, оно находится далеко от базы. И туда приходится бежать гораздо дальше. Так. Так же у нас тут заполнился унитаз. Я, правда, не знаю, куда им девать их, скажем, малые нужды. Поэтому пока что у нас он довольно активно и быстро забивается. Так. То есть нужно поставить еще один такой вот туалет. Но мы его сейчас снесли и поставим новый. Отлично. Вообще с гигиеной у них из-за этого проблемы. Потому что, видишь, в этой зоне... Ты вот что думаешь? Вот это вот что такое? Это огромная лужа мочи. И вот эти пятна вот этой вот лужи, когда они по ней ходят. А им, собственно говоря, приходится по ней ходить иногда. Они тянутся к нашей базе. Поэтому, да, неудивительно, что они у меня все воняют и жалуются на гигиену. Давай, может быть, новую зону выделим им под их, собственно говоря, зон природы. Так. Отлично. Подожди. Я же правильно выделил зону сна. Кстати, ее раньше не было. То есть она буквально недавно у нас появилась. И это очень даже хорошо. Потому что раньше они спали. Бывало там где-нибудь за базой. А сейчас мы можем сказать, что вот, ты, пожалуйста, спи рядом с костром. Чтобы ночью ты там не морозился. Так. Ну и в целом... Да, я бы, если честно, поставил контейнер с мусором где-то напротив туалета. Вот где-то, вот где-то здесь. И мне кажется, ну, он бы у меня получше смотрелся, чем вот этот вот... А, я не знаю, контейнер с водой. Ну, да. Пиши в комментариях, что думаешь, лучше бы контейнер с мусором он не оставил здесь. Или оставить его уже рядом с огородами. Хотя, знаешь, и с огородами он тоже неплохо смотрится. Там наверняка тоже какой-то мусор остается. Так что... Ладно, тоже неплохо. И в целом можно было бы постелить еще парочку ковров, чтобы получить, наконец-то, очко навыков. Но, если честно, мне пока что нравится вот этот вот навес. Можно было бы повесить, я даже и не знаю, музыку ветра. Где она у нас тут? Так. То есть, это у нас контейнеры. Контейнеры, контейнеры. Класс. Смотри. Вот тут у нас... Да, вот у нас ковры разные. Но нет, я не этот раздел искал. А искал я, кажется, вот этот. Нет? Смотри, вот тут можно было бы вот такой вот стол поставить. И на него уже повесить пару факелов. И, в принципе, это смотрелось бы очень даже неплохо. Тут у меня есть вот такие вот шипы. Но они нужны для комнаты мясника. Которого пока что мне нету. Так. Судя по всему, они столик доделали. Да? Доделали. Значит, вот этот вот мы можем убрать. Потому что это точно такой же столик. И можно убрать вот такой вот контейнер. Там, конечно, вывалятся все вещи, которые были в нем. Но мы можем сейчас поставить, наконец-то, такого стол мясника. Хотя, если честно, я даже и не знаю, вот его ставить. Может быть, именно вот так вот. Чтобы, скажем, им было легче работать на нем. А уже здесь, скажем, сделать комнату побольше. Потому что они у меня какие-то обычно маленькие. Либо для того, чтобы симметрия у нас сохранялась. Чтобы симметрия сохранялась. Делать его уже вот таким вот. И поставить тут уже как-то комнатку. Ну, знаешь, вообще, в принципе, можно было бы действительно увеличить площадь комнаты. Потому что они у меня какие-то маленькие. То есть вот тут убрать стены. Дверной проем. Ну и уже, собственно говоря, поставить побольше станков. Потому что сейчас, скажем, для некоторых у меня не хватает места. И это не всегда хорошо. Это от них не всегда хорошо. Поэтому, влечив зону, мы могли бы начать... Ну, поставить новый контейнер, я не знаю. Или еще что-то в этом духе. Вот, видишь, там были какие-то вещи. И после того, как мы уничтожили контейнеры, они сейчас выбирают, собственно говоря, все вещи, которые там были. И уже относят его в те контейнеры, которые у нас свободны. Также, судя по всему, там уже никто у нас не спит на той кровати. Так что мы можем... Можем, можем, можем. Подожди, так я тебе отдельную комнату выделил, что тебе не нравится. Погоди-ка. То есть, вот у нас двои сикрумы. Сейчас, смотри-ка. Вот, мы сделали ему отдельную комнату. То есть, мы сделали комнату, наоборот, жилую. И сейчас мы можем ее отдать на помещение... Ну, под использование нашему ханцу. Так, отлично. И теперь мы можем заняться обустройством комнаты мясника. А именно, а именно мы можем поставить... Сейчас, где у нас тут? Где-то тут у нас был станок. Вот он. Стол мясника. Сейчас они отойдут. И мы поставим его. Да, судя по всему, теперь у нас всегда, когда будут нападать вот эти инквизиторы, либо при каких-то определенных условиях, они будут сбрасывать вот такую вот ядерную... Ну, не ядерную, химическую бомбу, от которой нам придется как-то защищаться, то есть использовать противогазы. Там... Или еще что-то в этом духе. Так. И вот мы поставили стол мясника. Сейчас я, наверное, не буду еще делать один контейнер. Они как-то не очень активно у меня питаются. Смотри, у нас есть 50 яблок. 58 бананов, мать его! 10 приготовленного мяса. 2 картошки. Господи, боже мой, ребят. Сколько у вас всего тут? И вообще, увеличив комнату, мы, например, вот тут могли бы сделать, я не знаю, комнату для готовки, либо еще что-нибудь придумать такое. Потому что, да, видишь, у нас тут склад. Здесь у нас, получается, самая первая мастерская. Здесь у нас кузница, где можем делать какое-то оружие и затачивать его уже. Ну и, собственно говоря, это у нас одежда... Ой, то есть комната бронника и... Швеи. Ну, в общем, здесь изготавливают у нас одежду. Так. И, в принципе, в принципе, база получилась довольно большой. Но она вмещает в себя только 5 человек. И это, конечно, ну, не очень хорошо. Давай прямо скажем. Так. И вообще, было бы лучше, если бы я, может быть, вот один отряд их вывел. Потому что на нас будет идти большой отряд. И, наверное, будет лучше, если они будут толпой нападать уже на наших противников. Потому что иначе, как показывает практика, их просто-напросто задают толпой. А здесь у нас, получается, есть один клон, который дает... Сейчас, где он тут? Сейчас, альфа. Это у нас крыса. Вот. У крысы как раз-таки, скажем так, есть особое улучшение. Который, которым он снижает урон по нашим поселенцам на 2, когда они стоят рядом с ним. То есть, если мы посылаем отряд, который кучка бежит на противника, то он снижает урон на 2 единицы. А это, ну, прям, ну, очень фатально. То есть, без вот этого навыка, ну, мне кажется, они гораздо быстрее будут падать. Так что, ну, это один из, наверное, важнейших наших солдат. Так, и, конечно, капитан. Капитан у нас тоже важный специалист. Потому что он дает дополнительно 40% всем поселенцам. Вне зависимости, видимо, насколько далеко они от него. И если мы просрем капитана, я извиняюсь, то потом мы уже его не получим. А специальности они получают, когда они выполняют какое-то действие. То есть, мы посылаем, например, поселенца работать вот с этими огородами. И рандомно, очень так, рандомно у них может появиться специальность. Ну, например, то, что он работает с огородами. Сейчас у меня, видишь, тут есть, например, лесник. У меня есть дровосек. То есть, дровосек и вот этот вот бранч-эксперт. Это кто вообще такой? Смотри-ка. Когда он собирает древесину, он всегда собирает больше. Ага. Слушай, довольно неплохо. Давай, может быть, его тогда сделаем под сборку древесины. Да, отлично. Вот. И у меня остальных... У остальных еще нету специальности, но тут, например, есть такие довольно... Довольно необычные специальности, как если бы мы съедаем одного из наших поселенцев. Вот, есть, видишь, возможность каннибализма. То есть, мы можем сказать, чтобы другие его, ну, просто-напросто съели. И тогда вот у тех, кто его начнет свежевать, у них может появиться навык каннибала. А это, по сути, позволит ему наносить на 3 единицы больше урона. Но тогда его, ну, периодически придется запирать как-то в клетке. Потому что иначе ему будет, ну, как-то сносить крышу. Что весьма... Весьма не очень хорошо. Так. Что у меня тут еще есть? В принципе, новых оборонительных постройок у нас не появилось. И... Сейчас. Критер. Трап. Это, то есть, у нас для грызунов, видимо, какая-то ловушка. А, правда, если честно, я не понимаю, зачем тут грызуны. Ну, может быть, они как-то, ну, опустошают наши склады или еще что-то такое делают. Я вот без понятия. Так. И в целом, вроде бы, как больше у нас тут ничего нового я не вижу. Да, тут есть разные костры. А какие-то, вот, например, вот этот вот костер. Точнее, печка. А, уже для помещений. Вот этот у нас уже, который вначале у нас появлялся. И также у нас есть вот такие вот факелы. Я, правда, не знаю, что он использует в качестве... В качестве топлива. Ну, ладно. Вроде бы, в остальном у нас все неплохо. Так. Древесину, наверное, можно уже не добывать, а пособирать листву. Мне кажется, вполне себе это неплохо было бы в текущей ситуации. Потому что листва нам нужна на создание аптечек. А когда у нас нападут вот эти вот уроды, давай скажем так, то, да, нам придется использовать довольно много аптечек, потому что кто-то потеряет сознание, сознание кто-то просто умрет. Ну, в общем, бой будет довольно тяжелый. И да, через 6 минут они уже у нас появятся. Так, а что мы можем еще изучить? Какая-то диета. Потейтос. Так. И что это, я извиняюсь? Ага. Верный проблем. Ну, вроде бы, вроде бы. А? Что? Где? Когда? Кажется, мы изучили. Ну, ладно. На самом деле, игра на раннем доступе. И тут бывают, случаются свои баги. Порой не очень приятные. Но, знаешь, они не так часто происходят. Так. И мы, кажется, не сделали контейнер. Это не очень хорошо, потому что они начинают выставлять вещи на улицу. А на улице как раз-таки они портятся довольно быстро. Лучше хранить их в отдельном уже месте. Так. И вот у нас есть контейнеры как раз-таки. А вот крейт. Ну, вообще можно было бы поставить два вот таких вот контейнера. Но почему-то мне хочется вот эти вот шкафы ставить. Сейчас, где они? Улучшил. Вот. Так. И давай тогда раз. И, наверное, парочку гардеробов сделаем. Потому что одежды у нас довольно много. Ну, не сказать, что прям очень-очень много. Но все же... Куда-то ее нужно складывать. Но можно было бы с тем же успехом складывать ее вот в эти вот гардеробы. А я даже и не знаю. Давай, пожалуй, вот так вот оставим. Хотя почему-то, мне кажется, вот этот вот гардероб, он как-то дольше. То есть, дальше от стены. Так. Вот шелф. Отлично. Так, нет-нет-нет, смотри. Кажется, на том же расстоянии. Отлично. Тогда давайте я его тут поставим. И вуаля. У нас еще появилось одно место для вещей. Что, в принципе, очень даже хорошо. То есть, мы можем разгрузить сейчас некоторые свои контейнеры. И это очень-очень даже неплохо. Так. Смотри-ка. Дверной проем. Нет, нет-нет-нет. Где он тут? Doorframe. Вот он. Отлично. То есть, раз. И два. Ну вот. Просто без дверных проемов они порой как-то держатся стены. И мне это не очень нравится. То есть, иногда, если мы смотрим вот отсюда, можно увидеть, как они бегут с краю через стену. И меня это, если честно, подвешивает. А с дверными проемами они бегут вот именно посередине. Так. Отлично. Четыре минуты. Осталось у нас. И на нас уже будут нападать. В принципе, все, что можно, мы уже поставили. Так что... Ну, да. Можно было бы вот комнату мясника как-то оборудовать. Но под это дело, конечно, там требуется... А, довольно много всего. Да и лучше давай, наверное, подождем уже нападение. И там уже посмотрим, что у нас будет. И вот, видишь, вот эти пятна. То есть, это не просто затоптанная местность. Нет, это... Вот лужа вот этого вот дерьма, я извиняюсь, и мачи, по которой они топают уже своими ножками, и потом ведут это все на базу. Ах, ты ж, боже мой, какие они все-таки свиньи. Хотя, с другой стороны... Подожди-ка, у вас же есть унитазы. Почему вы ими не пользуетесь? Ну, может быть, просто там кто-то использует. И поэтому там кому-то приходится идти уже в место подальше. Так, давай, может быть, тогда сделаем где-то напротив. Сейчас, где у нас тут есть? Вот, туалетная зона. Раз, два. И можно убрать у нас вот эту вот зону, которая уже засуна вся вдоль и поперек. О, господи, боже мой. Так, а почему вы сюда бегали? Скажите мне, пожалуйста. Ну, ладно. Они иногда просто отбегают, чтобы пожаловаться. А на вонь... Это довольно странно, но... Да. Вроде бы у них есть контейнер с водой, но... Нет. Почему-то они не обмываются, и... Если честно, я как-то не особо их понимаю в этом плане. Что им нужно. Так. То есть, вот они сейчас разбирают склад, который они устроили на улице. И у нас медленно-медленно заполняется... Так, склад с одеждой. Да, смотри, тут уже... Хрена себе! 18 вещей! Мне интересно, конечно, что вы туда складываете. Так, а мы посмотреть можем? Слушай, вроде бы как нельзя. Ну, ладно. Вообще, можно было бы сделать дополнительное освещение на втором этаже. Потому что тут как-то темновато, я бы сказал. Так. Ну, смотри. То есть, можно было бы где-нибудь тут устроить. Но... Так. Я даже и не знаю. Слушай. Ну... Нет, 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 нет. Пока что давай ничего не будем делать. Вот на нас как раз-таки нападают. И вот он. Они как раз-таки нам сообщают, что запрашивают какую-то определенную пищу. Но пока что у нас нету этих станков. Так. Cooking Table. Вот он. То есть, мы можем поставить его где-нибудь в этой области на первое время. Так. Ну, тут требуется металл. А металл изготавливается у нас из металлолома. Который у нас, ну, давай скажем так, в таком довольно ограниченном количестве разбросан по миру. Поэтому это довольно ценный ресурс. И если уж ставить, то... Уж... Я думаю навсегда. Давай тогда попробуем... Ёлки-палки. Они уже на нас нападают. Давай тогда попробуем... А... Так. Где же мы поставим этот столик? Вообще, можно было бы сделать отдельное помещение. А где-нибудь, где-нибудь вот тут. И... Скажем, обустроить уже... Я не знаю, столовую какую-то, где они будут готовить. Так. Сейчас. Вот они сейчас как раз-таки направляются к нам. Ну, а мы, пожалуй, осмотримся на своей базе. Ну, да. Мы вот сейчас они разберут вот эту зону с вещами. И мы начнем там что-то уже делать. Вообще, можно было бы и металл изготовить. А, я думаю... Черт, а нам не хватает. Так. То есть, да, смотри. Вообще... Вообще нам не хватит ресурсов. Так. У нас вроде бы как никто не погиб. Так что, видимо, противогазы-то мы на всех изготовили. Но металлолома у нас сейчас совсем нет. А это... Это не очень хорошо. Конечно, не знаю, куда его потратили они. Так. Давай тогда посмотрим, на всех ли мы одели талисманы. Куда? Точнее, аксессуары. Так. Вроде бы на всех. А это значит, что у нас, в принципе, отряд более-менее готов к нападению этих вот уродов, которые к нам сейчас направляются. Так. А где они? Вообще, они должны уже были быть где-то поблизости. Вот они. Да. То есть, у них... А мы можем посмотреть, какое оружие? Какие-то погти или... Они кулаками, что ли, будут бить нас? Так. И вот этот вот мужик с крестом, у него, судя по всему, больше всего здоровья. Жалко, конечно, что они не агрят на себя червей. Потому что, если бы мы послали своего поселенца, то он бы как раз-таки, ну, на него яйцо бы среагировало. И, в общем, как в фильме «Чужой», или... Ну, в общем, червь, похоже, больше как на тех монстров, которые были у нас в дрожь земли, уже нападет на нашего поселенца, который будет поблизости. Так, и вот они уже напротив, поэтому давай отдадим команду атакой группой, атакой альфа. Вот они сейчас пока что будут собираться в кучку. И мы, в общем-то, будем иметь хоть какое-то преимущество в этом плане. Ребята, ну, давайте уже, бегите. Так. Альфа, 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 альфа. Да. Все у меня в команде альфа. Ребят, давайте, забирайтесь, кучкуйтесь быстрее вместе, потому что иначе вам будет очень-очень тяжело. Так, все, они начали нападать на них. Смотри. То есть, вот, одного уже забили. Отлично. Так. Супер. Вроде бы, сейчас у меня жертв как раз-таки меньше, чем у противников. Хотя у них довольно много здоровья, что не говори. Так. Так. Давай, давай, давай. Двенадцать. Так, отлично. Остался, кажется, один противник с крестом. И мы его вот-вот победим. Так. Ну-ну-ну. Отлично. То есть, сейчас у нас трое раненых. Ну, как бы, трое тех, кто при смерти. Точнее, так сказать. Но у нас есть emergency steampunk. Стимпак. Которые они как раз-таки могут использовать и поднять наших союзников. Так. Из мира мертвых. Погоди-ка. Что у них вообще выпало? Давай посмотрим. Так. Ну, смотри. Вообще. Вообще. В принципе. Вроде бы, как ничего такого из них и не выпало. То есть. Тут у него... Да хватит уже собирать эту листву. Смотри. У тебя союзники напротив валяются. А ты листву собираешь. Не делай это все-таки. Так. И крест у нас... Как-то умудрился провалиться. Провалиться, провалиться. Сейчас мы, в принципе, тут всех поднимем. Так. Ура. И теперь нужно поднять то, что у нас попадало. Со спины. Вообще. Вот это вот решение было довольно странным. Но то, что у нас есть какие-то порой предметы попадаются по миру. Там. Ну, например, дверь от машины. Которая прибавляет нам защиты. И вот они как раз-таки могут ее нацепить на спину. И получить какой-то бонус. В принципе, звучит неплохо. Но порой там... Так. Подожди-ка. Ах, ты ж, боже мой. Кто-то из поселенцев у нас психанул. И мы за это получили урон. Ну, у нас вот есть. Вот такая вот капсула. Это, можно сказать, главный компьютер. Который получает урон, когда кто-то из наших союзников теряет голову. Давай скажем так. Ну, конечно, лучше до этого не доводить. И как-то решать их, скажем так, хотелки. Так. Все. Отлично. То есть сейчас мы можем посмотреть, что они там хотят. И как-то начать действовать. Вообще, я бы сделал, может быть, отдельное здание. Где-нибудь, где-нибудь, где-нибудь вот тут. И уже сделал бы там кухню. И не знаю, чтобы кто еще бы придумал. Так. Ну, в принципе, в принципе, она вроде бы смотрится тут вполне себе неплохо. Так. Хотя рядом у нас тут туалеты. Точнее, не туалеты, а куда они выбрасывают все содержимое унитаза. Но, в любом случае, надо как-то решать проблемы с едой и со всем остальным. Так. Либо, смотри, раз, два, три, четыре. Можно было бы оставить четыре койки и уже сделать тут, например, кухню. Так. Сделать кухню, сделать кухню. Под кухню, я думаю, нам бы как раз-таки... Слушай, а почему бы нам не сделать ее сейчас, а немного иначе? То есть, смотри, можно было бы тут сделать отдельную жилую комнату, поставив вот так стены. А вот тут у нас, собственно говоря, будет кухня. Слушай, на этом, пожалуй, будем заканчивать. Игра определенно меня затянула, и я хочу в нее играть дальше. Ну, а как вам, пишите в комментариях. У нее определенно есть свои плюсы и минусы. Хотя в плане минусов я бы отметил довольно вялый старт, ну или точнее ранний этап игры. То есть, нам надо отстроить население, обзавестись поселенцами, ну, получить какую-то экипировку, оружие. И затем только мы получаем новый уровень технологий, получаем новый декор, какие-то сооружения, ну и, соответственно, играть становится куда веселее. Но это лично, что я думаю, а что вы, пишите в комментариях. В любом случае, на этом мы будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь, и да, пока-пока, и до скорого. Берегите себя и своих близких.